МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Девушка по имени Судьба». А также Луису Кулиок. Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис. В главных ролях Вивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибанес, Juan Vitali, Cecilia Maresca, Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В фильме также снималась Верхиния Элаго. Художник-постановщик Рубен Греко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РЕЖИСЁР ХОРХЕ МОНТЕРРО Просыпайся, радость моя. Время вставать, просыпайся. Пойдём завтракать. Давай, давай. Папа пошёл за покупками. Но если мы поспешим, то когда он вернётся, пойдём погуляем по Санта-Марии. Да, мама. Добрый день. Что-то случилось? Да. Давай же, рассказывай скорее. Я пописал контракт с владельцем театра. Серьёзно? Иди сюда. Так точно. Сцена теперь наша. Ты не шутишь? Ну, конечно, нет. Значит, театр Санта-Маринаш. Ну, конечно. И мы больше не бродячие актёры. Нет. Армандо. Можем считать себя первыми. Мы первые, создавшие постоянную труппу в этом городе. Я счастлив, любовь моя. И знаешь, я уверен, что в один прекрасный день публика заполнит театры. И когда мы начнём? Скоро. Но сначала загляну к друзьям. Было нелегко. Но в конце концов мы убедили Браулива жениться. Ну да, а сейчас вам придётся убедить Браулива взять отпуск, чтобы провести медовый месяц со своей обожаемой Паулиной. Насколько я знаю Браулива, мне кажется, он предпочитает посидеть под деревом в асперансе и попивать чай. Да, теперь, правда, они будут попивать чай вдвоём. Подожди, дорогой. Я открою. Спасибо, дорогая. Разрешите, сеньора? Что вам нужно, солдат? Я ищу капитана Муниса. Мунис, это я. Только давно я уже не капитан. Конечно. Но для меня вы капитан Энрике Мунис. Айме. Энрике. Какой сюрприз. Как поживаете? Не ожидал меня, правда? Всегда за работой. Да, сеньора Мануэлла, рад вас видеть. А вы его не помните? Нет, я помню маленького мальчика. Рад видеть вас, молодой человек. В Санта-Марии не хватало хороших актёров, таких как вы. Поэтому мы и вернулись, и думаем остаться здесь. У нас в программе много новых спектаклей. Мы купили театр, а также дом. Это правда, что говорит Мануэлла? Да, да, да. Сегодня я подписал контракт. Невероятно. Видимо, ваши дела в Европе пошли неплохо. Довольно неплохо, чтобы вернуться. Знаете, вы можете рассчитывать на меня. Моя газета в вашем распоряжении. Спасибо, Павло. Как всегда, вы очень добрые. Очень добрые. Что вы говорите, Мануэлла? Друзья не должны благодарить друг друга. Кстати, о друзьях. Как поживает Катриэль? Хорошо, хорошо, Хайма, хорошо. Живу тихо, мирно, в окружении этой прекрасной семьи. Сколько у вас детей? Четверо. Вы не теряли время зря. Нет. А вы, Хайме, вы женаты? Нет, Энрике. Как-то не было времени. Я все отдал военной карьере. Это неудивительно. Этот офицер, этот человек, который сидит здесь, этот молодой храбрец проявил образцы мужества в наиболее трудные для Родины моменты. Он не боялся рисковать жизнью в борьбе с тираном. Мы рисковали жизнями, потому что на дорогах встречались такие люди, как вы, и Росаура, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти наши. Если бы вы так за мной не ухаживали, я бы не выжил. Но сейчас, кажется, все в порядке. Не правда ли? Скажем, да. Но, как вы знаете, военная служба нелегка. Сейчас я направляюсь на собрание, где с представителями провинции мы будем обсуждать некоторые вопросы. И ваша миссия, как всегда, вам удастся. Вы наиболее подходите для подобных переговоров. А как подумаешь, что вы выкроили время, чтобы заглянуть к нам, то не могу найти слов для признательности, дорогой друг. Я бы хотел попросить вас кое о чем, Энрике. При въезде в имение мы обнаружили перевернутый экипаж. Один человек пострадал, и я попросил бы вас, не могли бы вы позаботиться о нем до моего возвращения. Ну, конечно. Солдат! Слушаю, сеньор! Помогите принести этого человека. Слушаюсь. Не беспокойтесь, Хаевы. Мы им займемся. Спасибо. Бедный ангелочек. Бит, приказывайте, хозяйка. Я уверена, что в доме найдется колыбелька. Пойди поищи. Да, хозяйка. Хорошо. Хорошо. Я ухожу спокойный. Ребенок попал в хорошие руки. Когда вернетесь, вы его не узнаете? Хорошо. Синьора. Какая прелесть, правда? Бедняжка. Ну что же, мы им займемся. Нет, нет. У Милагроса так много забот со своими детьми. Об этом позабочусь я. Клотильда, я хочу, чтобы все было в полном порядке. Положим все пеленки в коробку, а носочки в другую. Хорошо? Тут столько всего, что хватит на пятерых детей. Дорогая Клотильда, ты не представляешь, как пачкают пеленки новорожденные. Спроси у Милагроса. Вы уже решили, как назвать его? Нет еще. Но это имя должно понравиться всей семье. Дедушке, бабушке, тетям, кузинам, всем. Бедняжка, чтобы угодить всем, не хватит страницы, чтобы написать его имя. Как жестока судьба с этим бедным созданием. Он потерял родителей именно тогда, когда они ему больше всего нужны. Да. Как это случилось с нами? Увидишь, он тоже найдет добрую душу. Того, кто поможет ему вырасти в любви. Видел, какое было выражение лица у моей мамы? Когда она держала его на руках, у нее блестели глаза. Да. В некотором смысле это бедное создание заставило ее вновь пережить прошлое. Она была ребенком, когда потеряла родителей. Хороший, хороший, хороший. Не бойся, любовь моя. Это пройдет, я тебя понимаю. Ты такой маленький. Я тоже потеряла родителей. Я знаю, какая пустота бывает в сердце, если нет родителей. Я знаю это чувство холода, когда думаешь о родителях, которых нет. Тебе очень не хватает их ласки. Их поцелуев. Не хватает их голосов. Их тепла. Их рук. Не хватает тепла твоего родного. Дома. Мама, как кончается сказка? Хорошо, миленькая, я сейчас тебе расскажу. Принцесса, которая была заперта по приказу короля, который не хотел, чтобы она выходила из дворца, вдруг услышал чей-то голос, звавший ее. Открыв окошко, она увидела его. Он был там. И знаешь, кто это был? Это был дворцовый стражник. Принцесса, когда была маленькая, часто играл с ней. Прекрасный юноша приблизился и сказал, что пришел спасти ее. Он взял ее на руки, и они убежали. Была темная ночь. Держась за руки, они бежали к порту. Поднялись на корабль, маленький, похожий на этот. И плыли много-много дней. Это было долгое путешествие. Из Неаполитанского королевства до одной далекой-далекой страны в Южной Америке. И в то время, как они смотрели на волны, на горизонт, юноша обещал принцессе, что они вместе построят дворец. Не такой же большой, как тот, в котором она жила раньше, конечно. Гораздо меньше. Но полной любви. И так они достигли этой далекой земли. Понемногу, с большим трудом и большой любовью, они превратили эту страну в чудесное царство. Спустя некоторое время у них родилась дочь. Прекрасная принцесса, которую решили назвать Марией. Как тебя? После долгих несчастей и страданий мне удалось узнать счастье. Ты, малыш, тоже будешь счастлив. Обещаю тебе. Мой сын будет очень счастлив, Латильда. Он будет самым счастливым ребенком на Земле. Конечно, с такими-то родителями. А, Лусия! Пойди-ка сюда. Я хочу показать тебе все, что приготовила для сына. Какая красота! Посмотри, что я ему купила. Покажи-ка, покажи. Так, я все поняла. Надо найти коробочки. А если их нет, придется убрать мебель, чтобы освободить место для уголка новорожденного. Камила. Камила. Да? Знаешь что, мы с Пауло решили приехать к вам в имение на праздник. Как ты рада? Чудесная мысль, Лусия! Какая радость! Мы будем все вместе! Но нет, Камила, не все. Перестань подметать, друг. Если вы так будете продолжать, то эта камера станет чище губернаторского дворца. Ну и что? Что, я должен жить в Ризи? Только потому, что сижу в тюрьме? Вы все для нас одинаковы. Проходите, комендант хочет поговорить с вами. Входите. Разрешите? Долг ждет тебя. Именно поэтому я и здесь, сеньор комендант. Садись. Спасибо. Не знаю, что я буду делать, когда мы выпустим тебя на свободу. Я уже начал привыкать к нашим вечерним играм. Когда я освобожусь, я вернусь сюда, чтобы взять реванш, сеньор комендант. Несмотря ни на что, ты не кажешься преступником. Спасибо. Я отказываюсь принимать действительность. В моей жизни я совершил немало ошибок. Но сейчас я получил хороший урок. Ну да. В этом и я убедился. Ты даже перестал жульничать в карты. Ну, давай посмотрим. Неплохие карты. Вы мне подыграли, капитан. Теперь вам решать, пасовать или испытывать судьбу. Ну, давай, Хуансидо, покажем этим двум ветеранам, что могут новобранцы с эсперанцией. Давай, тасуй карты. Кто слишком задается, потом поджимает хвост. Снимаю карту. Спокойно, Браулю, спокойно. Пусть поговорят. Мы заставим их уважать старой гвандию. Отлично сказано. Кстати, вы знаете, что случилось с женщинами? Они потеряли голову из-за этого ребенка. А нас совсем не замечают. И ревнуйте, отец. Женщины, в первую очередь, матери, затем хозяйки дома и лишь потом жены. Не беспокойся, дорогая. Сейчас я тебе перепеленаю. Вот, нашла. Видели, мама? Я хорошо сделала, что сохранила кое-что от моих детей. Я знала, что эти вещи пригодятся. Смотри, как он доволен. Кажется, он все понимает. Видишь, он тебе улыбается. Это ты хорошо сделала, иначе пришлось бы порезать все простыни на его пеленки. Разрешите? Входи, входи. Сеньора Виктория прислала вам эти вещи. А вот еще что. Вода настойная на цветках апельсина, борная кислота, мазь против раздражения кожи. Мой дорогой малыш, наверное, решит, что его здесь обслуживают как принца. А разве он не новый принц эсперанцы? И с ним больше всех возятся, но ведь он самый маленький. Если позволите, я тоже хотела бы сделать скромный вклад. Я принесла пару носочков. Я начала вязать их вчера вечером, но когда привезли этого ангелочка, я поспешила их закончить. Я торопилась. Не надо было торопиться, Паулина. И тратить все свое время. Да, но у моей бабушки было шестеро детей, хозяйка. А моя мать родила 12. Ну, если так, то ты должна иметь 24. Боже мой. Мама моя, надо расширять дом. Для разнообразия вы проиграли. Да, для разнообразия. Видно, нашему Браулю везет не только в любви. А ты что, завидуешь? Скажи, Браулю, а у тебя будут дети? Отлично сказано. Будут. У моей Павлины есть все, чтобы быть отличной матерью. А у тебя все для того, чтобы быть отличным отцом. Я надеюсь. Да и кому бы не хотелось иметь сына? Мне. Тех, что у меня есть, вполне достаточно. И у меня прошли все фантазии. Не только фантазии. Прошли годы, отец. Ну и нахал. Я думал, что ты не только мой сын, но и мой друг. А сейчас, смотри, ты не уважаешь мою седину. Это не моя вина. Я потерял всякое чувство уважения от голода. Боюсь, наши дети вырастут, пока наши жены что-нибудь сообразят нам на обед. Секундочку. Тут надо положить этому конец. Пойду, прихожу Паулини приготовить ужин. Отлично, Браулю. Заставь уважать себя. Учитесь, отец. Хватит ли у вас мужества тоже приказать Марии? У меня? Нет. А у тебя? Нет. Ну ладно. По-моему, сейчас лучше всего приготовить чай. Что? Да, это самое реальное. Бежали, как сумасшедшие. Серьезно. Кто смог, добежал до туалетной. Остальные в кусты. Как вам пришло в голову Армандо подсунуть ему всем слабительное? Я просто отомстил им. Они давали мне есть только сыр и хлеб. А я умирал от желания поесть жареного мяса. Да, нам в Европе этого не хватало больше всего. Не зря наши края называют земли жирных коров. Но я не думаю, что вы вернулись только из-за коров. Нет, конечно, нет. Мы не можем пожаловаться. Европейцы были очень гостеприимные. Но, несмотря на все, мы испытывали ностальгию по нашей земле. А дети? Они разве не ужинают с нами? Не беспокойся, любовь моя. Они уже поели и пошли спать. Кроме самого маленького. Извините, сеньора Мария сказала, что она не будет к ужину, потому что укладывает малыша. Моя сестра Мария женщина невероятная, работает без устали. Она рождена, чтобы быть матерью. дедка моя. Твои глазки сверкают, когда ты смотришь на свое создание. А это ты хочешь есть? Хочешь? Она плачет, значит, там и есть причины. она не из тех детей, которые капризничают просто так. Может быть, у нее болит что-нибудь? Нет, Доминго. я подумала, что по иронии судьбы моя дочь не была плодом любви. Нет. с тобой. Спи, спи, любовь моя. Спи, спи, драгоценность моя. Засыпай, мама рядом с тобой. Ангелы на небе, спи, любовь моя. усни, драгоценность моя. Засыпай, мама рядом с тобой. Посмотри на него, Энрике. Ну, разве это не драгоценность? Да. А особенно, когда он у тебя на руках? Как бы мне хотелось, чтобы он остался у нас навсегда. Спи, мой малыш. Спи, мой хороший. Спи, моя прелесть. Ангелы на небе смотрят на тебя. Что с тобой, Энрике? Не знаю, Мария. Я знаю. Речь идет о ребенке. Я отдаю ему много времени. Я нужна ему. А он мне. Знаешь, Энрике, я начинаю его любить. Мария, прошу тебя. Энрике, у нас не было детей, когда мы были молоды. А сейчас, если ты захочешь, этот ангел мог бы стать нашим сыном, о котором мы так мечтали. это был бы твой и мой сын. Ну, посмотри на него. Посмотри. Он прекрасен. Он крепок. И чтобы стать человеком высоких принципов, благородного сердца, ему нужен хороший отец. такой, как ты, любовь моя. Это мой сын, Августа. Августа. Он быстро станет мужчиной, и вы будете гордиться им. Это будет нелегко, Энрике. При такой матери, как вы, я уверен, Августа станет прекрасным человеком. Вы не верите? пойду посмотрю, не надо ли что-нибудь Франческо. Рассаура, вы не верите? Видите ли, Энрике, чтобы стать честным, достойным, смелым, человеком необходимо иметь отца. она очень красива. Ей подходит мое старое седло. Спасибо, Августа. Обещаю тебе, что ты единственный, кто сможет оседлать моего коня. Что скажешь? Дело в том, что я не умею ездить на лошади. Не важно, я научу тебя. Конечно, если твоя мама нам разрешит. Отлично. и я так же буду ловко сидеть в седле, как ты, папа. Так. Отлично. Грудь вперед. Шенкеля плотнее. Чувствуй коня. Вперед. Не бойся. Молодец, Августо. Держись, премьер. Слезай, Августо. А я расседлаю коня. Папа, мне очень понравилось скакать на вашем коне. Саура исключительная женщина. И ты должен гордиться тем, что она твоя мать. эта женщина заслуживает того, чтобы встретить мужчину, который любил бы ее. Это не значит, что он разлучит вас. Я надеюсь, что это когда-нибудь случится. Для счастья обоих, если в один прекрасный день кто-то женится на твоей матери, то это будет очень счастливый человек. человек. И знаешь, почему? Потому что он возьмет в жены чудесную женщину, и у него будет такой сын, как ты. Слово, он добрый и храбрый. Не хочу признаться тебе, Абусто. Мне жаль, что я не могу быть на месте этого мужчины, потому что мне было бы очень приятно иметь такого сына, как ты. сыночек, что ты здесь делаешь? Пожалуйста, уйди. Здесь опасно. Ты слишком высовываешься. Я тебе благодарен, но никогда не забуду. Я тоже, сеньор. Слушайте меня внимательно. Таким образом я заплатил долг, долг признательности и благодарности вам. Теперь моя совесть чиста. Мы квиты. Не понимаю, о чем ты. о том, что не хочу больше вас видеть. Не хочу вас слышать. Вы поняли? Прекрасно понял. Спасибо. Не меня вы должны благодарить. Я это сделал для моей матери. Лошади, скорее разбирайте лжилее. Уходите. Я могу пожалеть о том, что сделал. Падай. Отец. Молчи, Агуст. Молчи, не говори ничего. Не нужно. Твои слова были бы жалкой попыткой оправдать твои дела. Но тогда зачем вы пришли? я пришел сказать тебе, что стыжусь быть твоим отцом. Том. Да, Агусто. Мне очень стыдно, что я всегда искренне любил тебя. И сейчас люблю. Я с тобой говорю, Агусто, и хочу, чтобы ты смотрел мне в глаза. Не могу. Ваши слова подтверждают то, что я думаю о самом себе. Судьба превратила меня в негодяя, в человека недостойного, в человека который не имел мужества принять действительность, который старался изменить ее, прибегая к лжи, обману и преступлению. Довольно, отец. Прошу вас. Нет, Августа, я еще не закончил. я благодарю Бога за то, что твоей матери уже нет в живых. Это избавило ее от еще одной страшной боли. Отец, идите домой. Прошу вас. Вернитесь домой и постарайтесь быть счастливы. Забудьте, что много лет назад я был вашим сыном. Нет, Августа, ты сейчас мой сын и будешь им всегда. мое чувство к тебе не изменилось. Ты отбудешь свое наказание. Постарайся исправить все плохое, что натворил. И, может быть, однажды и ты научишься жить честно. Отец, значит, вы... да. Несмотря на все, я прощаю и люблю тебя. Люблю. Но не жди ничего от меня, Августа, пока ты не расплатишься за все, что сделал. Тут дали твой корп. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы встретились с нашими детьми, когда они уже стали взрослыми. Жизнь не подарила нам возможности наблюдать, как они росли. Да, но жизнь наградила нас внуками. да, любовь моя. Внуки это дар неба, но у них есть родители, и мы не можем вмешиваться в их жизнь. Не можем ни воспитывать их, ни учить их. Мы должны ограничиться этим. Мы должны баловать их, как положено дедушке и бабушке. Это правда. В нашем возрасте мы не можем больше ничего. Но у меня есть силы вырастить еще одного сына, Энрике. Нет, Мария, нет. Пойми меня, сын это ответственность, которой я больше не хочу. Почему, Энрике? Потому что уже было однажды. и кончилось плохо. Я спрашиваю себя, почему надо носить столько одежды? Ну, вот мы и готовы ехать на Эсперансу. А когда вернемся, предстоит много работы и дома, и в театре. Мы должны использовать эти дни, чтобы отдохнуть. Потом у нас не будет времени. Папа, а я могу там ездить верхом? Что? Ты еще спрашиваешь. В имении есть любые лошади. Выбирай, какую хочешь. Кроме того, там есть Айлен. Скорее бы ее увидеть. Уверен, что это будет один из самых лучших праздников в жизни. Поехали. Добрый день. Всем добрый день. Добрый день. Спасибо, сынок. Послушай, как спал наш драгоценный малыш. Он молодец. Просто ангел ни разу за ночь не проснулся, верно, Андрей. Я его совсем не слышал. Привет, юноша. Мама, правда, они похожи на молодую чету с первенцем на руках. Может быть, он не прав? Вы так говорите, потому что любите нас. Но в действительности в нашем возрасте уже не до маленьких детей. Простите. КОНЕЦ Энрико. Друг мой, вы уже возвращаетесь? Как прошла ваша поездка? Прекрасно. Через пару недель будем работать с провинциями рука об руку. Браво, Хайбе. Я рад. А как вы? Как мальчик? Он вам задал много работы? Ну, что вы. Напротив. По вашему тону можно подумать прямо противоположное. И потом у вас вид уставшего человека. Спасибо за хлопоты, капитан. Не зовите меня капитаном. мы ведь друзья. А между друзьями небольшие услуги не жертвы. Это я прекрасно знаю. Я помню, что вы сделали для меня в тот неприятный период. Давай, юмоша, держись. Рамон. Где вы, Рамон? Успокойтесь. сейчас он придет. Хай, сынок, что с тобой? Не беспокойтесь, это друг моего сына. Можно доверять, не бойтесь. Рамон, что происходит? Я не знаю, ему плохо, надо позвать врача. Можешь говорить. Я должен тебе сказать по секрету. Это очень важно. Хорошо, но успокойся, этим людям можно доверять. право был наш старик Рамон. Вы друг, как он говорил, надежный человек. Человек, готовый прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Прийти на помощь, не ожидая благодарности, не боясь трудностей. Вы испытали немало разочарований, но ваша щедрая душа не изменилась. Но сейчас я очень устал. Очень устал. Что это делает тетя Виктория? Прошу вас, Хайбер. Спасибо, Энрике. Синьора. Как? Вы пришли забрать его? Так, мы договорились. Не думаю, что следует так торопиться. Почему бы вам не пожить у нас несколько дней? Это было бы очень приятно, но я не могу. Я должен немедленно доставить документы о переговорах моему начальству. Во всяком случае, возможность представиться. генералу, люди хотят знать, мы остаемся или едем дальше? Едем дальше. Возьмите ребенка, а я тем временем попрощаюсь. Нам тебя будет очень не хватать, ангелочек. Куда вы его повезете? Мы повестим его в сиротский дом, там он будет жить. Несчастный малыш, он не заслуживает такой судьбы. Монахи не полюбят его, не беспокойтесь, у него будет все необходимое. Да, конечно. Ну, мы поехали. Радость моя. Хайбэ, этот ребенок не покинет этого дома. Что? Он здесь останется. С этого момента он наш сын. на русский язык фильм озвучивали актеры Людмила Иванова, Ирина Маликова, Александр Лущик, Борис Клюев, режиссер Надежда Еремина, звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий, перевод Ласла Велеса, директор Лариса Элкснис. Сериал озвучен студией Наследия по заказу общественного российского телевидения. Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok